Всем привет, меня зовут Валериан, и этот влог начинается так, потому что я иду в парикмахерскую. Пришло время привести свои волосы в порядок, и я решила вернуть тебе корешку. Меня не совсем устроило, как мне уложили волосы, поэтому дома я переделала укладку, намочив и высушив волос. Вечером я встретилась с сестрой, она недавно вернулась из Египта и передала мне вкусняшки от верблюда. Уже дома я села за новые заказы, у меня накопилось их достаточно много. Следующим утром я стала собирать один готовый заказ, чокер с подсолнухами и подвеска зайкой-феей. После того, как я отправила заказик, я еще зашла на ВБ и забрала бисер, а также в магазине купила новогоднюю бумагу. Дома снова села за рабочий стол и принялась заканчивать работу над очень большим заказиком. Ай, тебе больно, больно тебе. Ну, а как же мы без этого, да? Кстати, у меня уже заказывают новогодние изделия. Сейчас работаю над двумя олененками. С ним еще идет новогодний котик-шапочки, а также подвеска с тыковкой. На следующий день я закончила оленят и стала собирать заказы. В большом заказе было 9 кругляшей и котик-бананчик. Сначала я прикрепила веревочки к оленятам. А потом уже стала все раскладывать по пакетикам. Как видите, новогодних подложек для брелочков у меня пока что нету. Но мне кажется, что звездочки достаточно неплохо подходят под новогодний вайп. Для новогоднего котика, к сожалению, была только летняя подложка с цветочками. Думаю, скоро я исправлю эту ситуацию и будут еще и новогодние подложки. Субтитры создавал DimaTorzok Для такого заказа у меня не было новой большой коробочки. Поэтому я взяла ту, которую когда-то притащила из Овиса. И я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что вторичное потребление это очень круто и хорошо. Главное ведь, чтобы все доехало целым. Вот я все упаковала. И потом отправила. Маленькую посылочку по почте, а большая была оформлена через Авито. А это я приехала к сестре красить волосы. А то корни очень отросли, да и краска подсмылась. Результат шикарный. Еще мне поступил новый заказик на двух котят по фото. Плести котика в кругляше по фото достаточно сложно. Поэтому цена на них выше. У меня ушло много времени, чтобы подобрать цвет и решить, как же будет лучше. Заказчица осталась довольной результатом и ее упаковала котика. Заказчица. КОНЕЦ. Собралась и пошла отправлять. Вечером я села за нетипичные для себя изделия. Это браслеты. Да не простые, а с золотым бисером. Думаю каждый кто как-то связан с бисером знает, что золотой бисер и просто бисер с покрытием металлик очень недолго сохраняет свой красивый внешний вид. Покрытие попросту стирается, но я посмотрела в интернете хороший бисер и заказала его на ВБ. 10 грамм этого золотого бисера стоят как 50 грамм обычного. Очень надеюсь, что он прослужит долго. Как минимум отзывы были хорошие, а во время работы покрытие не стерлось. Уже хорошо. Это кстати не заказ, это подарок на день рождения мамы моего парня. Когда все 5 браслетов были готовы, я решила красиво упаковать и оформить коробочку в моем любимом стиле. Кстати, листочек оторвался просто идеально. Очень пригодилась давно лежавшая газета, я порезала ее и взяла нужные мне буквы. салют. 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 Подарочек упаковала. Теперь нужно закончить заказ состоящий из сиреневых заяк фей. Брелок заяк феи, подвеска заяк фей и ожерелье тоже с зайкой-феей. Следующим утром все было готово и упаковано. Я тепло оделась, потому что на улице уже холоджига страшная. И пошла отправлять. На обратном пути конечно же зашла на ВБ. А это уже следующий день. Я работаю над последним заказиком и понимаю, что мне пора закрыть заказы, а то я не успеваю делать изделия для полки. Ну что ж, этот лог подходит к концу. И я хочу сказать, что в следующем логе мы с вами будем плести изделия на полку. Наконец-то! Я ограничила заказы. Написала у себя в группе вконтакте и в телеграм-канале, что заказы временно ограничены. И что я буду плести только осенние изделия, потому что сейчас осень. И возможно кто-то очень хочет заказать перед хэллоуином что-нибудь. А так на все другие изделия заказы закрыты. Потому что я уже немножечко устала. Я хочу отвлечься от заказов. Хочу немножко поработать над своими изделиями и конечно же над изделиями для полки. Потому что пока вот эти два влога в прошлом логе. Я писала план, что я хочу сделать на полку. И я хотела отправить все это до того, как полка опустеет. В общем, у меня снова не получилось сделать задуманное. Полка снова пустая практически. Из-за заказов я не успела ее пополнить опять. Ладно, сейчас хотя бы с ограниченными заказами я буду работать. По поводу изделия я вот сказала, что я буду для себя плести. Это, конечно, не прям для себя, но что-то новенькое просто. Мне очень хотелось плести. Вот такая вот амигуруми с кабошонами. Она еще не закончена. Со шляпкой. Это кошечка-ведьмочка к хэллоуину. У нее еще будет тыковка. Это первая амигуруми, которую я сделала с кабошонами. В общем, мне было очень интересно плести. Мне было очень интересно, что у меня из этого получится. Получится ли у меня вообще что-либо. Потому что я еще впервые плела прям по схеме амигуруми. Потому что до этого я плела котика, бананчика и хомячка. Они были сделаны по мастер-классу. И я как бы не хотелось просто углубляться в схемы. Типа, зачем, если есть тут туториал. А тут, как бы, это тестирование сейчас, по-моему, идет этой схемы. И, конечно же, нет никакого мастер-класса. И не факт, что вообще будет. Но так получилось, что на день, что был день дарения схем обе себя плетеров. И вот меня приняли в этот тест, в чат с этим тестом. У меня появилась возможность спасти эту кошечку. Конечно же, у меня не было ничего с собой. Конечно же, я была вообще не готова. У меня не было ни кабошонов, ни алебастрового бисера. Я быстренько всем закупилась. Вот сейчас раскидала заказы и закончила. И, наконец-то, я села работать. Я очень рада, что, наконец-то, какой-то свежий глоток воздуха как будто бы произошел. Потому что что-то новенькое, что-то такое волнительное прям было. Типа, а как вот у меня получится, не получится, а как будет выглядеть. И, в общем, я очень довольна, что, наконец-то, я занялась этим. У меня еще достаточно схем. Некоторые схемы я купила на маленькой амигуруми. Какие-то меня просто приняли. В общем, еще буду делать разных амигуруми. Не только с кабошоном, а еще без кабошона. Ну, конечно же, сейчас я кошечку закончу. Отфоткаю ее и буду работать над детями на полку. Потому что нужно пополнять. А то полочка пустует. Это, кстати, фрагмент, где у меня разрядился микрофон. Я вот тут показываю тортик. Я готовила подарочек на день рождения малом парня. И вот она мне тортик и разные вкусняшки передала. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока.